И старт рекординг, дорогие друзья, с вами снова я, Алексей Савченко, после некоторого вынужденного перерыва, если вы следили за моими постами в Фейсбуке или замечаниями во вкладке Tabs Community на Ютубе, у меня был трехнедельный период плотной работы, плюс немножко следил со здоровьем, но вот мы снова в курсе, у меня для вас есть новый материал. Но напомню для постоянных зрителей, а тем более, наверное, для тех, кто только присоединился, что это третья часть, посвящена она номенклатуре, языку, коммуникациям и взаимодействию в мире. Первая часть называлась «Видение», она в целом посвящена о том, что мы рассматриваем в этом курсе, вторая часть называлась «Мир», и она описывает мир с точки зрения восприятия героя, персонажа в том числе, и рассказывает в практической части о известных методиках в рамках данной школы World Building Design и его создания. Прошлая лекция называлась «Герой», мы рассматривали вообще, что такое герой, как он функционирует, как он взаимодействует с миром, как герой может передвигаться в мире, то, что герой — это динамическое начало, мир — это, в общем-то, пассивное начало, и куча прочих отсылок и методий создания интересных, запоминающихся, хорошо, правильно, логично интегрированных мир в герое. На этот раз мы посвятим данную лекцию взаимодействию в широком смысле, наименованию разнообразных систем и архивов, скажем так, в мире, потому что с широкой точки зрения наименование всех городов, всех персонажей, имен, типов оружия, возможно, какие-то диалекты языка, возможно, какие-то традиции, все имена нарицательные являются частью мировой номенклатуры. Ну и, естественно, если сказать, если представлять это немножко шире, то в прошлых двух лекциях мы создали доску, расставили по этой доске некие фигуры, и теперь мы поговорим о том, как эти фигуры между собой взаимодействуют. Я традиционно начну с теоретической части, в которой мы представим некоторое количество концепций, которые, с моей точки зрения, важны для практических упражнений во второй части. Традиционно они дают какое-то количество отсылок в материалы, с которыми вы можете познакомиться самостоятельно. Ну и создают такой некий, что ли, интеллектуальный бэкграунд и поле-поле закладок, которые позволят вам справляться с практической частью лучше, чем если бы мы это не обсуждали. Ну, приступим. Нельзя говорить о номенклатуре и о коммуникациях, и вообще о системе коммуникации в мире без того, чтобы пройти полностью весь путь того, как возникший в мире человек или любое другое разумное вещество начинает этот мир понимать, взаимодействует с ним и потом взаимодействует друг с другом. И дело в том, что самым первым способом осознания мира вокруг себя является фиксирование смыслов и символов. И символ, как понятие, предельно важен, потому что с точки зрения восприятия мир — это вообще упорядоченная система символов и значений, и основным инструментом для этого упорядочивания и взаимодействия друг с другом по поводу этих символов и значений является язык. Вот. Символ заключает в себе... Важно понимать разницу между символом и, например, словом, которое тоже по-своему символ, но более детализированное. Всякий символ заключает в себе образ, но не сводится к нему, поскольку подразумевает присутствие некого смысла, неразделенно слитого с образом, но ему не тождественного. Образ и смысл образуют два элемента символа — немыслимые друг без друга. Посему символы существуют как символы, а не как вещи, только внутри интерпретации. Важно понимать это высказывание. Это одно из тоже кор базовых вообще лингвофилософских смыслов семиотики как науки. Вот. И особенно стоит обратить часть на последнее предложение по поводу только внутри интерпретации, потому что один и тот же символ может трактоваться совершенно по-разному в разных цивилизациях, в разных этносах и в разных группах людей. Также символ — это метод упорядочения хаоса. Потому что если представить себе человека, который только вот возник в мире, он видит вокруг себя огромное количество незнакомых вещей, его разум начинает исследовать то, как это все работает. Он видит солнце, он видит лес, он видит животное, на которое он охотится, и он начинает зарисовывать какие-то базовые картинки. Существуют языки, в которых подобная механика и подобный подход до сих пор сохранились. И, в общем-то, если вы когда-то интересовались азиатскими языками, все пиктограммы и иероглифы, там, допустим, иероглиф лес, он похож на три дерева, а дерево похоже на дерево. То есть это до сих пор там присутствует. Вот, еще интересное высказывание здесь Дионисия Ариапагита. Да, символы — это есть предметы, которые передают истину божественной сущности, не отображая ее непосредственно, но представляя собой несходные подобия. Здесь важный момент является в том, что если представитель определенной цивилизации видит какой-то определенный символ, он может для него открывать целое какое-то количество значений, которые заложены в него его внутренней культурой. Ну и символ всеобъемлющий с точки зрения смысла — это его одно из, в принципе, описаний. Вот, разобравшись с символами, да, то есть как бы давайте еще чуть-чуть поговорим о языке. Потому что язык — это по определению такая сложная знаковая система, естественная или искусственно созданная и соотносящая понятийное содержание и типовое звучание или написание. Язык является активным медиумом коммуникации, методом сохранения знаний, трансляции восприятия в мир и доступным каждому инструментам создания культуры, смыслом методов познания мира и его изменения вокруг себя. Мы очень часто об этом забываем, потому что, как и всегда происходит с часто используемыми инструментами, они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И если вот прервать меня или вас в процессе какого-то диалога и сказать, что такое язык, вы скажете, что вот, или это то, как мы друг с другом общаемся, например. И каждый скажет какое-то одно из удобных значений в текущем контексте. Однако язык, по большому счету, отличает нас вообще от любых других видов. И это наше суперсекретное оружие. Язык является основой магии, в понимании магического значения, основой религии, в основе религиозного значения. И в целом это то, что позволяет нам существовать как виду в том виде, как мы существуем. Вот я тоже выписал отдельно от себя. Это как бы не цитата, это мое предложение. Но мы привычной поверхности воспринимаем язык. Часто забываю о том, что он не только формирует окружающую реальность, но и содержит в себе примерно всю этнографическую историю нашей конкретной цивилизации на общей карте мира. Когда люди начинают общаться друг с другом, и это важно для того мира, который мы создаем. Я хотел бы здесь привести пример Толкина, и я его буду приводить здесь часто, потому что это очень понятный, известный, задокументированный случай лингвиста, который создал язык. Несколько языков в какой-то степени, и за счет динамики этих языков он транслирует культуры рас, которые взаимодействуют друг с другом. Там орков, гномов, эльфов и так далее. Вот, поэтому тут мы тоже, тоже как бы нужно держать в голове, что язык для нас не просто способ выражения и нарративная лошадка, на которую мы передаем смысл. Для нас язык это некая красная линия, которая проведена из, возможно, даже не описанной в игре, или в книге, или в кино, из условного сильмариллиона, да, который там, ну, относительно важен, не важен для того, чтобы эффективно и нормально прочитать «Властелин колец». Но это дополненный слой реальности, который формирует в том числе логику в мире. Вот, отталкиваясь от языков, от языка как такового, да, если уходить еще вглубже, поговорив о символах и о языке. То есть, как бы нужно затронуть такое понятие, как архетипы, которые мы, кстати, рассматривали в приложении конкретно герою, но здесь хотелось бы немного поговорить о них как элементы, которые формируют в том числе и язык, и как они взаимосвязаны с символами. Вот, по своей сути архетипы — это изначальные образы, символы, тоже в каком-то смысле, которые по определению Карла Густава Юнга, да, то есть, как бы мы будем вот отталкиваться от этой школы, существуют инстинкты, это физическое и материальное, существуют архетипы, это я неправильно написал, архетипы — это психическое поле. Также есть такое мнение, что они тождественные. По Юнгу механика работает таким образом, что люди, которые обладают переизбытком психической энергии, способны на творческую деятельность и основываясь на архетипы, которые мы все понимаем бессознательно, могут формировать какие-то новые поля, концепции, истории и так далее. По тому же Юнгу культура — это трансформация архетипов посредством символов, которые потом трансформируются в метод повествования в язык. А сам герой — это символ самости, который проявляет сразу собой как сумма всех архетипов. И если следовать этой формуле, да, из-за того, что архетипы проявляются и воспринимаются на уровне бессознательного базового восприятия, ну, как минимум в рамках родной культуры, либо эти символы можно локализовать и объяснять на интернациональный язык, потому что архетипы, в общем-то, считаются, что в какой-то степени все-таки универсальны, то это задает очень хорошую логическую основу для дальнейшей деятельности в практике в любой выдуманной вселенной. Если вы хотите что-то почитать больше по этому поводу, я вот здесь выписал, есть, можно читать Юнга, но Юнга очень много. Вот, есть комплекс, архетип, символ психологии Карла Густава Юнга, а в Иоланде Якобе это его последователь ученица. И сборник человек и его символы 1961 года выписал, собственно, Юнг, та же Якобе и еще трое его учеников. Это как бы просто само по себе крайне интересное чтиво. Это такая определенная типизация. Юнг прогрессировал в своем понимании осознания архетипов, символизма, тождественности, значений и прочих элементов. И вот, собственно говоря, где-то к концу своей карьерной деятельности, уже к завершению, он сформировал свое финальное видение. Поэтому с этой историей тоже желательно было бы ознакомиться. А тут мы переходим уже к практическому элементу, который стоит на том базисе, который вот мы сейчас обсуждаем. И это конкретно наименование. Но наименование как процесс. То есть мы затрагивали также этот момент в самой первой лекции, в видении, когда я приводил примеры с юдохристианской парадигмы. В общем-то из Библии это Геннессис 2.19. Это момент в истории, когда в Эдемского сада, когда Бог призывает Адама, и Адам дает имена животным, таким образом создавая вокруг себя мир. И считается, что это происходит на языке, на том самом первоначальном протоязыке, который обладает с точки зрения магического реализма возможностью менять и сотворять мир. И это близко связано с концепцией «сначала было слово». То есть вот, и наименование так создание в мире людей, внесение в общую матрицу смыслов и осознание чего-то, что в ней не существовало до этого. В этом смысле существует тоже очень хорошее... Одно из высказаний Роланда Барта, если я не ошибаюсь, о том, что создав слово, создав концепцию и введя в мир людей, ты в какой-то степени, в какой-то степени ты меняешь полностью мир вокруг себя, потому что это слово начинает взаимодействовать со всеми остальными. В каком-то смысле вообще мематическая концепция точно так же взаимодействует с миром вещей, понятий, наименований вокруг нас. И умение наименовать, умение и в... Не знаю, как это назвать. Особенность человеческой природы, да, то есть как бы это, по сути, возможность внесения в наше поле восприятия несуществующих для этого вещей. И в каком-то смысле, создавая новую реальность, вы это делаете en masse, то есть массово вы наименовываете кучу вещей, вы даете имена героям, вы даете имена городам, вы даете имена каким-то понятиям, вы определяете восприятие. Наименование объектов — это первичный процесс, доступный детям, кстати, который они сразу же начинают пользоваться, однако их смыслы и динататы в процессе воспитания заменяются на общепринятые. Динататы — это семиотическое значение, которое обозначает в... Ну, собственно, вот есть объекты, есть слово, слово — это динатат обозначения этого предмета. То есть если у вас есть дети, или если вы помните, когда вы были ребенком, или вы общаетесь с детьми, я, кстати, рекомендую общаться с детьми, потому что они крайне крутые, и их взгляд на мир, он позволяет многое понять, вот, то вы или помните, или знаете, что дети часто задают вопросы из области, а почему это стол, а это стул, а не наоборот, да? И у взрослых это вызывает такое, какое-то там «потому что», вот, вот, потому что вот так. Но на самом деле ответ состоит в том, что стол — это стол, потому что и стул — это стул, потому что для нас это абсолютно комфортные, общепринятые понятия, которые позволяют нашему обществу функционировать. Если бы мы перепутали все значения слов, или каждый называл все своим именем, у нас получился бы принцип «Виланская башня», никто друг друга бы не понимал, и с человеческого общества оно просто развалилось бы. Вот, наименование — также первый шаг в идентификации смыслов, символов и знаковое придание им значения. Далее это упорядочение в систему познания и вливается в формирование языка в процессе коммуникаций. В язык живая прогрессирующая сфера, и очень часто люди с большим количеством влияния или власти, или и влияния, и власти на умы, и на то, как их воспринимают вокруг, могут вносить новые концепции, новые слова, вводить новые названия, которые превращаются в том числе часто и в символ, за которым стоит целое поле значений. Сам простой пример этого — это создание какой-то новой компании, нового продукта, брендинг, логотип. За логотипом стоит целое облако смыслов и информации, которую человек может воспринять и начать о нем думать, если он просто его увидел. Традиционно альтернативные наименования и языки использовались как в том числе методы обособления в группу, как, например, фиванский алфавит, который в средние века использовался последователями в изучении натурфилософии, магической традиции, в тайных смыслах. Это, в общем-то, алфавит, непонятный для профанов, которым пользовались для того, чтобы записывать разнообразные трактаторы, гримуары, труды, работы, писать письма просто. И считалось, что никто другой этого не может прочитать, кроме посвященных. Опыты в методах познания мира. Инохианский язык тоже крайне интересная история про эксперименты Джона Ди, британского, который, в общем-то, пытался взаимодействовать с ангелами, которые рассказывали ему определенные символы, и он пытался таким образом фиксировать первоначальный язык, в котором в алфавите все буквы и те значения, которые он записывал, обладали другими смыслами, другим подходом, и формировали с его точки зрения другое поле настоящего восприятия мира вокруг него. Это попытки объединения более широких групп, эсперанта, попытка глобализации, введение общего языка, на котором будут говорить абсолютно все, скорость коммуникации ускорится, и все будут взаимодействовать как единая глобальная группа людей, и так далее. То есть, как видим, язык — это глобальный инструмент, который используется абсолютно для всего, и язык — это, в общем-то, страшное оружие, которое может использоваться в благих целях, либо не очень благих на самом деле. То есть, все мы знаем о том, как есть много поговорок по этому поводу, о том, что слово может вылечь, слово может ранить, все мы знаем о том, что такое пропаганда и влияние посредством языка. Все мы знаем о том, что в любой какой-то самой сложной ситуации вдохновляющая речь может подвинуть людей на благородные поступки. И таких примеров значений очень много. То есть, язык в каком-то смысле — это все. То есть, все то, как мы выражаем, видим, понимаем, чувствуем, познаем, самоопределяемся и фиксируем мир вокруг себя. Вот. Все эти примеры, кстати, приняты общая черта. Да, то есть, это изменение системы смысловых координат для формирования нового культурного поля и призмы восприятия мира. И если вы покрутите вот эту вот цитату в голове, ну, не цитату, а в смысле предложения, то есть, там, вы поймете, что в ней, в общем-то, в какой-то степени скрыт ключ того, как формировать, например, представителей культуры, расы, цивилизации в мире, потом это отмасштабировать на какое-то количество позиций и потом заставить их взаимодействовать по тем правилам, по которым вы определили. То есть, вот. И эта динамика, она крайне интересна. Когда такая динамика существует в мире, это в какой-то степени часто используется как в RPG, так и в, ну, просто в таких детально-фундаментально проработанных играх, в MMO, и получает сильно интересное и запоминающееся. По коммуникации, да, то есть, как бы, вообще, если мы рассматриваем этот аспект, который тоже сейчас как-то в какой-то степени переоценен, а в какой-то степени недооценен, потому что мы все любим говорить, что коммуникация — это ключ, коммуникация — это взаимодействие. Мы напридумывали в последние, последние 20 лет еще огромное количество методов коммуникации. У всех в кармане есть карманный коммуникатор-смартфон, есть социальные сети, есть стандартные методики. Мы общаемся в диалоге, мы общаемся в цифровом виде, мы общаемся в аналоговом виде. И именно это общение точно так же определяет нашу реальность, восприятие друг друга. Или наоборот, там, где происходят какие-то определенные трения, либо на языковом уровне, либо на уровне культурного поля возникает то, что называется фрикшн, и люди не понимают друг друга. Собственно, коммуникация — это вне общения, да, совершенно невозможная человеческая деятельность, и невозможно представить себе мир, в котором вы создали героя, который, передвигаясь там в стандартной тематике по разнообразным регионам, не в состоянии общаться с другими персонажами каким-то образом. А язык является основным методом коммуникации в своих разных формах и проявлениях. И здесь тоже, да, нужно понимать, что вот те люди, которые изучают нарративное повествование глубоко, да, то есть как бы они понимают, что есть такие понятия, как киноязык, есть такое понятие, как игровой язык, есть такое понятие, как язык камеры, есть такое понятие, понятно, что язык может быть или в фонетической форме, он может звучать, либо он может быть записан одним из многочисленных способов, либо этот язык может передаваться языком жестов, так далее, так далее, так далее. Коммуникациях также нужно держать в голове, и это один из залогов того, что у вас получится сделать интересную историю, это о том, что информация распределяется несимметрично. То есть все коммуникации, да, то есть которые происходят в мире, которые происходят в том числе в мире, которые вы создаете, они работают таким образом, что кто-то узнал, кто-то не узнал, куда-то доехал, куда-то не доехал, и на этом можно строить разнообразные в, там, не знаю, в интриги, в какие-то способы в доступности либо недоступности с сакрального знания, там, и так далее. Коммуникации позволяют совершать информационные транзакции, информация влияет на изменение событий. То есть, ну, тут все просто, да, то есть как бы герой, который что-то знает, может сделать то, что другой герой не знает, например, или герой, обладающий какими-то сакральными знаниями, он, в общем-то, персонаж, да, то есть как бы он является объектом большей ценности для главного героя вашего произведения. Таких примеров тоже очень много. Ну, вот, и хорошей точкой по теории коммуникации как области знаний, это Роберт Т. Крейк, 99-го года, там изучается тип коммуникации, проблематики разных теорий, предложений, унификации, теории, существующие на данный момент, их много, но вот тут можно зарыться, зарыться и почитать. Еще одним примером таким, ну, раз уж мы говорим вообще в принципе о теории коммуникаций, я не могу для любопытствующих не порекомендовать Эдварда Бернейса с его трудами про пропаганду, как таковой, потому что отец пропаганды, отец пиара, отец маркетинга, если вы собираетесь в профессиональном виде изучать какие-то такие вещи, то вам, в общем-то, это надо читать тоже. И это хороший, хороший такой аспект углубления в данную тематику и в данный аспект языка. Часто упускаемый почему-то момент, потому что, ну да, опять же, у нас язык, это в первую очередь, всегда воспринимается как метод коммуникации, это накопление знаний, потому что без языка накопления знаний не существует. И опять же, что такое знание? То есть знание – это результат познания, который можно логически или фактически обосновать, и имперически или практически проверить тут наука и вообще в принципе знание как определение. Согласно распространенной трактовке современной эпистемологии, знание – это реальное положение дела, обоснованное фактами, рациональными аргументами убеждения человека. Говоря о знании, чаще всего подразумевается отражением действительности в сознании человека. Вот тут хотелось бы добавить, что обоснованное фактами и рациональными аргументами Убеждение человека может быть не совсем научным или совсем не научным, потому что, как мы говорили в одной из предыдущих лекций, это может опираться на, ну, например, на религиозное восприятие или агностическое восприятие или магически реалистическое восприятие или магическое восприятие, или это может быть замкнутая группа людей, которая живет в определенном биоме, не взаимодействует сильно с другими людьми. Или это могут быть какие-то жестко индуктринированные убеждения в рамках социальных групп, которые настолько плотно сияют в голове людей, что они могут не соответствовать фактам, но люди будут их придерживаться, и для них это факты. Это важно тоже понимать всегда. Вот. Язык позволяет форматировать, накапливать знания, зафиксированное посредством систематизации семантических смыслов, текстов, документов, базок знаний и так далее. Ну, и здесь мы говорим, собственно, опять же говоря, о нашем мире каком-то выдуманном и вселенной, которую мы создаем. Это могут быть фолианты, свитки, библиотеки, мудрецы, пророки, мудрые какие-то люди, которые хранят в себе знания. И все, в общем-то, очень сильно... Или это, если это космический сеттинг, это могут быть какие-то архивы предтеч, там, или база данных, искусственный интеллект сейчас часто выступает в таком виде, разные энциклопедии и так далее. Формализация знаний позволяет управлять и масштабировать им. Вообще, кстати, я крайне рекомендую для тех, кто занимается не только творчеством, но в том числе и бизнесом, там, управлением персоналом и так далее, изучить, что такое knowledge management и как он работает. Потому что это, кстати говоря, разработки одна из крупных проблем. У нас фиксирование базы смыслов данных о проекте и его равноценное масштабирование на прочих членов команды является до сих пор большой проблемой. Не могу не сказать об интуиции, потому что все, когда заходит речь об инсайтах, все думают, что это такое, что-то полувыдуманное потустороннее. На самом деле интуиция является предметом изучения науки уже достаточно длительное времени, и это в предчувствии устремленную перспективу в будущее, которое основано на знании, без понимания того, как оно получено, помноженное на опыт. То есть вполне себе определение, которое тоже, кстати, считается, что использование интуиции слишком часто в истории — это такое же клише, как амнезия главного героя, но говоря из своего опыта, интуитивные решения очень часто могут на самом деле сделать какие-то сцены сильно интереснее. Либо интуиция персонажа как его отличительный трейд, если этим не пользоваться прям слишком часто, может сделать данного персонажа интереснее. Смотреть с точки зрения механики на это лучше всего таким образом, что персонаж обладает каким-то слоем знаний и навыков, и умений, и опыта, которые недоступны другим. И момент интуиции — это не момент доставания из шляпы белого кролика, это момент, когда действие проходит через сознание за, в общем-то, микросекунду, сразу же стучится в подсознание к этому опыту и производит к действию. И тогда получается сильно логичнее. И я также хотел бы, кстати, обратить внимание на картинку, которая здесь есть. Она называется DQV-диаграмма. Тоже рекомендую крайне почитать. Это вот то, как прогрессирует накопление знаний от... Ну, здесь еще есть measurement facts, но, в общем-то, от данных к информации, знанию и мудрости. Это тоже крайне интересная концепция, которую на длительных этапах времени внутри мира и внутри игры ей хорошо рационализировать отчасти character arc, то есть арку развития персонажа, либо объяснять, почему кто-то обладает мудростью, либо какими-то знаниями, в том числе тайными, сакральными или... Ну, когда я говорю тайными или сакральными, мы часто этим пользуемся, если мы хотим сделать данный бит знаний уникальным в мире. То есть это такое механическое определение. Один из инструментов, который мы сейчас будем использовать в практике, это, в общем-то, этнолигмистика, потому что в... потому что практическое упражнение, связанное с развитием логики, развитие символов, архетипов языка, методов коммуникации, накопления знаний в мире и номенклатуры, это, по сути, маршрут, в котором мы проходим историю создания языка, традиций и сопутствующих факторов с момента создания нашего мира до момента исторических событий игры. Тут нам очень пригодится эта лингвистика. Вот, кстати, Лихачёв очень хорошо сказал, что язык нации, да, то есть он является сам по себе сжатым алкеброрическим выражением всей её культуры. Я склонен верить данному высказыванию. Я большой фанат, как вы знаете, лингвистики и языка. Мне нравится труд Лихачёва, нравится труд Бахтина. Вот, и эта цитата, она такая, очень, с моей точки зрения, точная и всеобъемлющая в этом смысле. Этнолингвистика — это дисциплина, сформировавшаяся на пересечении этнографии и лингвистики, для изучения взаимоотношений между этносом, языком и культурой, а также для выявления роли языка в этнической культуре, обществе и в отдельных этносоциальных группах. Вот, ну, достаточно доступно, мне кажется. Вот, рассмотрение динамики изменения языка в зависимости от формирующихся традиций, изменений в обществе и новых ритуалов — это, собственно, и есть тот набор практических упражнений, который позволяет автору концепции мира и истории данном мире логически обосновать, почему язык таков, а не другой, и как он развивался в процессе. Пример, который здесь легко достаточно привести, мне кажется, это... Ну, существует, например, такой механизм, как гостеприимство. То есть гостеприимство позволило ранним племенам ввести концепцию коммуникации, которая позволила воспринимать каждого вновь приходящего незнакомца не как на 100% дефолт на врага и вступать с ними в конфликт, а как гостя, который может быть принят в жилище, с ним можно обсудить, поговорить, какие-то вещи, возможно, каким-то образом подружиться и осуществлять совместную деятельность. В языке это нашло отображение в том, что в русском языке, если я не ошибаюсь, то есть слово «враг» перестало использоваться для любых незнакомцев, оно получило значение с гостем, торговцей, купцем, потому что торговля осуществлялась таким образом на определенном этапе. У кавказских народов, например, вообще, по-моему, каждый приходящий считается по дефолту гостем, и только после того, как соблюдены или не соблюдены ритуалы, которые определяют, собственно, возможность процесса, ну, это же процесс двусторонний, да, есть процесс гостеприимства и есть поведение гостя, которое обязывает, ну, в пришедшего человека ему соответствовать. Вот, и это тоже отображается в языке. И таких примеров очень много, мы, в общем-то, с ними тоже еще поработаем и поговорим о них в практической части. Важно понимать то, как язык будет отражать и работать в обществе, которое вы строите. Самым, ну, вот есть список классический, да, то есть, как бы, о чем мы говорим здесь, да, то есть, это вот связь происхождения языка с возникновением человеческого общества, социальная обусловленность развития языка. Здесь имеется в виду то, что, ну, вот, например, было какое-то племя, которое село, построило город, придумало себе бога, которому оно поклоняется. Как-то было там с представителями Акадо-шумерской цивилизации, там, каждый город поклонялся конкретному богу. Вот, и таким образом, ну, и они развивали язык, исходя из своей, там, географической серии, социальной стратификации. Вот следующее, социальное расслоение языка. То есть, здесь мы также говорим о, например, кастах, да, то есть, как бы, вот, если говорить о кастовой системе индийского общества, которое считается, что как бы уже осталось в прошлом, но я так подозреваю, что как бы не совсем. То есть, мы понимаем, да, что в индийской кастовой системе существуют бромины, кшатрии, это жильцы, воины, там, обычные люди и неприкасаемые. И у всех этих четырех групп у них разный язык. Английское общество, в котором я нахожусь на данный момент, в гораздо мягкой форме, точно так же стратифицировано языком, потому что все представители наивысшего, высшего британского класса, который имеет отношение либо к аристократе, либо к кому-то еще, получают специфическое образование, воспитанное таким образом, что их язык существенно отличается от стандартного британского языка и от языка так называемых чавс, простолюдинов, которые говорят, ну, на таком суржике, который не понимает даже средний класс. И услышав человека, можно сразу понять, какой социальной группе он принадлежит. Социальные компоненты в структуре языковых единец — это то, какие слова могут быть использованы, они могут быть заимствованы, например, как заимствование французского языка в российской истории, которые определяли аристократическую часть, да, то есть, как бы, либо это могут быть слова выдуманные, которые сразу же определяют социальную группу, да, то есть, как бы, как признаки свой-чужой, а и сознательное воздействие общества на язык и на его функционирование. Это когда язык развивается естественно и функционирует потом ввиду каких-то законов, например, да, или каких-то предписаний происходит или запрещение слов, или введение дополнительных слов, и это все связано с каким-то историческим прецедентом, который имеет место, ну, в вашем игровом мире в данном случае. Вот. Язык времени и пространстве. Я что-то долго по этому поводу, по этому слайду думал, как и чего с ним делать. Вот у меня вот в прошлых двух лекциях у меня была история, которая про Бахтина вроде надо говорить в первой лекции, но я его перенес во вторую часть, в Героя, потому что там можно об этом подробнее поговорить. Если говорить о Шпенглере, то вообще надо, конечно, эту концепцию раскрывать, я этим займусь в следующей лекции, которая посвящена пространству и времени в игровом мире. Но тут как бы в рамке, опять же, запланированных практических наших упражнений нельзя не поговорить о том, как именно язык живет, представлен, и как коммуникации, и как общаются существа в вашем мире, как-то связаны с пространством и временем. Есть две хорошие цитаты. Ну, собственно, время рождает пространство, пространство же убивает время. И Бахтина, вступление в сферу смыслов, совершается только через ворот хронотипов. По поводу хронотипов сразу скажу, это такой очень хитрый термин, потому что, с одной стороны, когда люди слышат хронотип, они сразу же вспоминают Яхтомского, который придумал систему, ну, собственно, хромотипов и доминантов, да, то есть как бы это когда мы наши внутренние циклы, корридические циклы в том числе, сна там и в поведение, да, то есть как бы они определяют нас как один из четырех хронотипов. Но дело в том, что этот же термин использовался в том числе и Бахтином, и Эйнштейном, там, и пространство Минского, там, и еще куча где. И здесь он говорит о сочлении локативности и темпоральности. Локативность — это расположение, темпоральность — это, собственно говоря, временные привязки в языке. И вот он имеет в виду, что только объединив два этих компонента, мы можем, в принципе, входить в какую-то осознанную историю. Теоретически, пространство восприятия времени и пространства должны быть универсальными. Однако, на самом деле, кстати, и вот это вот важный момент, из-за которого этот слайд именно в этой лекции существует, метод выражения данного восприятия разносится от культуры к культуре. Есть огромное количество крайне любопытных экспериментов по этому поводу. Какое-то количество производилось вот там относительно недавно, по-моему, в 80-х и 90-х в Стэнфорде, по поводу того, что представители разных цивилизаций, разных языковых групп и разных рас воспринимают время и пространство диспропорционально с точки зрения либо локативности, либо темпоральности. Вот, ну, как пример, был эксперимент, в котором взяли группу англичан и группу греков, и англичане полагались в большей степени на темпоральные, по-моему, значения, на... а нет, на пространственные значения, а греки на большей степени предполагали у себя измерение, измерение все-таки временем, по-моему, локативности. Я могу что-то путать, но суть, короче, в том, что разные группы, они по-разному воспринимают соотношение времени и пространства в пространственном временном континууме. Это находит отражение в языке. Есть в языке с большим количеством времен, есть языки с меньшим количеством времен, есть вообще племя андава, у которого нет слова, обозначающего времени. У них это все реализуется через отсылку к категориям пространства и физического расстояния. То есть вот тоже крайне любопытный пример, это, по-моему, единственная группа, единственное племя, у которых настолько специфический язык. И для чего это нужно понимать нам в текущем контексте? Для того, чтобы создавать дополнительную динамику отображения в языке восприятия времени. Ну, такой классический пример, это там, не знаю, если у вас есть раса, жители которой живут 10 лет, но там максимально ярко, эффективно, это какие-то там феечки. Да, и если у вас есть раса каких-то силиконово-каменных чуваков, которые живут, они там полукаменные или просто каменные, живые формы, которые живут там по тысяче лет, то, наверное, их восприятие времени и пространства будет различаться. И, наверное, в их языке это будет тоже каким-то образом находить отображение. И когда вы будете писать взаимодействие представителей двух этих рас, вот эта вот динамика позволяет вам создавать там кучу дополнительных интересных ситуаций. Они могут быть как юмористические, они могут быть как там поучительными, да, то есть там либо какими-то важными с точки зрения передачи смысла. Вот. Ну и на этом мы переходим, наконец-то, к практической части, вот держа в голове все обсужденное, да, то есть как бы давайте попробуем подумать, как мы можем пройти от символов архетипов и создания базового языка к историям нашей игры с обоснованием логики всего этого процесса и с клевой номенклатурой. Ну, самый простой способ это протоязык, да, то есть как бы даже если вы не будете использовать протоязык как некий язык предтечь с какими-то своими значениями, это может быть информация, доступная только вам как автору, существовать в ваших заметках, но она может помочь вам построить в голове логические какие-то цепочки, которые позволят эффективно работать на дальнейших этапах. Как сделать язык, протоязык, либо любой другой язык? Во-первых, нам нужно создать концепцию. Концепция языка определяется изначальным местом расположения ваших двуногих или пятиногих, прямоходящих или прямоползающих живых существ, которые вдруг разумно начали создавать мир, ощущать мир. Важно подойти к этому вопросу комплексно. Нужно понять их физиологию, циклы жизни, место, в котором они существуют. Может быть, это огненные саламандры, которые живут в вулкане. Может быть, это какие-то подводные жители. Может быть, это какие-то горные чуваки типа гномов. Но ощущение, звучание и понимание концепции того, как вы бы начали познавать мир, поставив себя на место этого жителя, это принципиально важно. Предположим, что это какие-нибудь, ну, не знаю, гномы, да, то есть, как бы, которые живут в... Давайте не так. Хотя давайте это будут подводные жители, которые живут на дне океана. Это такие русалки, у них есть жабры. Естественно, они в... Их звуки будут в нашем понимании логическом такими булькающими и мягкими, потому что вода отвечает за ощущение в мягкости, текучести там и так далее, да. То есть, как бы, ну, мы понимаем, что первое, что видят эти люди, это некое дно поверхности они либо не видят, либо видят ввиду какого-то компонента технологического развития, но это потом. Вы составляете сначала алфавит, словарную базу. Вы не придумаете алфавит по совсем кардинально прочим каким-то идеям, чем все те алфавиты, которые придуманы сейчас у нас. Для простоты давайте вы возьмете английский алфавит или русский алфавит или какой-то из доступных вам алфавитов и попробуете его переосмыслить и понять, какие там будут буквы, как они будут выглядеть, почему эти буквы появились, сколько там гласных-согласных, как это будет складываться в слоги, будут ли получаться слова, и попробуйте составить какое-то количество слов с ощущением звучания, ну, и этой самой концепции. То есть там, не знаю, вода, допустим, будет там ла, там суша, которую никто не знает, она будет там ба, да, то есть как бы весь мир, очевидно, будет называться ла плюс ба, ла-ба, ну, то есть и там будут такие ключевые значения, как мама, папа, там, ну, типа охота, жизнь и так далее. То есть вы составьте там 100 слов в этом языке. Потом вам нужно будет понять, как этот язык взаимодействует. Грамматика — это такая странная для меня штука в языке, она была для меня абсолютно самой нелюбимой частью изучения в университете, и сейчас это для меня один из самых интересных и главных предметов изучения в языке, честно говоря, потому что, ну, он про структуру и систему. То есть эти слова должны работать по какому-то принципу, да, то есть как бы вам нужно понимать, что будет ли у вас порядок слов в предложении, будут ли эти слова, соприкасаясь друг с другом, меняться, будут ли меняться, будет ли там числа, суффиксы и сопряжения, то есть как слова будут взаимодействовать друг с другом, какие будут правила пространства и времени, то есть как ваши существа воспринимают время, если у них только прошлое, настоящее и будущее, или у них вообще нет времени, Они судят только пространством, как наше племя с прошлого слайда. И потом, собрав все эти данные, попробовать собирать простые предложения. И собирая эти простые предложения, можно попробовать написать какой-то небольшой текст и попробовать его прочитать на основе всех этих придуманных правил. Предположим, что это первый протоязык, который у вас возник в этом конкретном пространстве. Я крайне рекомендую это упражнение абсолютно всем. Я этим существенно развлекался в свои достуденческие и студенческие годы. Мы с друзьями придумывали шифры, которыми мы там что-то записывали, слали друг другу тоже, придумывали какие-то правила языка. Это было очень круто и это очень, во-первых, помогает работе сознания, а во-вторых, вы удивитесь чувству удовлетворения и возникновения дальнейшего любопытства, когда вы прочитаете какой-то текст, который создан на основе искусственного языка. Это очень круто, это очень ревординг. Также после того, как вам понравится, я рекомендую об этом рассказать, показать, показать алфавит, слова и этот текст. Там, не знаю, 5-10 друзьям для того, чтобы они сказали, что они думают по этому поводу. После того, как вы создали протоязык, вам понадобится катаклизм. Вам понадобится разделение вашей пангеи на какое-то количество континентов. Вам понадобятся метеориты, глобальное похолодание. Вам понадобится что-то, что нарушит гомеостаз. Вам понадобится, чтобы ваши русалки начали воевать, часть была выгнана и часть вышла на сушу. Вам понадобится, чтобы происходили какие-то события, которые разделят вашу изначальную расу на многочисленные расы. Либо вы должны предполагать в наличии нескольких источников цивилизации, ну и, соответственно, некоторое количество языков. Для простоты, да, то есть, как бы вернемся к слайду, который про мир. Предположим, что это не пример с русалками. А вы придумали какую-то концепцию возникновения жизни на вашей планете, и, допустим, она была занесена извне некими инопланетянами, которые делали это там в трех-четырех частях планеты. И у них был язык, и этот язык является протоязыком, который потом в разной степени был адаптирован разными племенами. То есть, у которых разные параметры жизни, там, разные биомы и так далее, и так далее, и так далее. Это ответит на вопрос, почему произошло разделение языков. Далее вам нужно понять, в каких условиях начал адаптироваться каждый из этих языков. То есть, там, где-то это были заснеженные горы, какие-то географические факторы. Там были, там возникли варвары, у которых гортанное звучание языка, не очень много слов, потому что вокруг только долбанный снег, которые достаточно грубые, у них много рычащих звуков, у них там какие-то боевые кличи и так далее, и так далее. У вас есть раса очень цивилизованных, мягких, человекоподобных, которые живут в очень благоприятном условии, в какой-нибудь долине, которая еще и, возможно, изолирована, и у них там рассвет наук, культуры и так далее, у них там какой-то мягкий язык, очень, возможно, замысловатый, с большим количеством переплетений слов, и он явно сложнее, чем тот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чем больше внешних и внутренних факторов вы учтете, которые повлияли на эти языки, тем будет интереснее. И еще я крайне рекомендую не слишком забуриваться в этом, но хотя бы частично перекинуть процесс во времени. То есть, вот произошло это разделение, каждый язык начал каким-то образом прогрессировать, происходили какие-то изменения в культурного значения, какие-то изменения, возможно, климатические, да, то есть, как бы там по три-четыре буквально, и в итоге у вас получился язык, вот, измененный в такой-то конкретной форме. Также для введения еще большего разнообразия, и это суперклевый активный прием для того, чтобы сделать ваш мир интересней, сделайте так, чтобы у вас были как активные, так и мертвые языки. То есть, активные языки — это те языки, на которых общаются представители ваших рас и каких-то разнообразных двуногих в мире. Эти языки развиваются, они находятся в динамике. Если вы еще и делаете мир, который такой, знаете, в космической опере, или там, условно говоря, эпохален, да, то есть, как бы у вас там, может быть, описываются некоторые эпохи, либо есть документы из других эпох, вы можете показать динамику развития языка. Как работает база знаний в активных языках? Существуют ли библиотеки? Существуют ли свитки? Есть ли информационные технологии? Есть ли стратификация знаний? То есть, вы можете получить знания, доступ к этим знаниям таким-то образом логичным, как и все, либо есть коды доступа, которые существуют из-за стратификации общества, там, по каким-то кастам. Существует ли база знания мертвых языков? То есть, есть ли мертвые языки? И более того, дает ли знание мертвых языков какое-то преимущество? То есть, потому что, ну, отвечая на этот вопрос, существует дает. Да, то есть, как бы знание протоязыка, которое дает возможность читать, там, о технологиях предтечь. Да, и, возможно, суперкачество вашего главного героя, оно исключительно в том, что ввиду какого-то, там, озарения, либо ввиду какого-то причудливого сплетения ген, он родился таким, что он просто знает язык предтечь. Вот он просто знает мертвый язык, и, находя какие-то артефакты, которые ничего не значат для всех остальных, он может использовать технологии этих предтечь, и это определяет его как героя. Ну, и да, еще один вопрос, как развиваются активные языки сейчас и будут ли в будущем. То есть, как бы, во многом это вопрос лентяя, кстати, потому что, опять же, в 90% случаев, если вы находитесь в стадии активной истории вашего мира, то ваш язык будет статичен. Он не будет развиваться в рамках развития вашего героя. Но, еще раз, если вы делаете какое-то эпохальное полотно, там могут появляться новые слова, значения, которые появились из-за, допустим, быстрого развития технологий. Взаимодействие и влияние. Тут мы приходим к интересному моменту, как взаимодействуют общества и носители разных языков. То есть, у нас сейчас на данный момент есть четкое понимание, что в мире есть живые и мертвые языки, есть разные расы, которые развивались по определенным признакам, и вот в какой-то момент они взаимодействуют друг с другом. Нужно также понимать, как они взаимодействуют. То есть, там происходит ли это в случае мирного контакта, в случае войны, в случае торговли, либо это какие-то уже исторически сложившиеся отношения, когда одна раса захватила другую, но у них такое состояние спокойной оккупации. Ну, допустим, та раса, которая захвачена, они говорят на своем родном языке, что запрещено, как акт сопротивления, и у них, допустим, есть презрительное слово для захватчиков, да, там, кача какой-нибудь там, то есть, за которое могут там арестовать, да, то есть, как бы вот такие вот принципы взаимодействия, они очень-очень круто логически дополняют картину мира. Есть ли общий язык? И, отвечая на этот вопрос, он, скорее всего, есть. Если у вас много раз, то у вас, скорее всего, должен быть какой-то общий язык, которым пользуются все. Это, возможно, торговый язык, возможно, это язык доминирующей империи в мире, но его наличие кажется, что это сужающий фактор, а на самом деле расширяющий. Потому что, если все общаются на общем языке, и вдруг кто-то общается, начинает общаться на языке своего родного этноса, да, они могут там обсуждать что-то тайное, они могут таким образом выражать эмпатию друг к другу, и так далее, и так далее, и так далее. Как влияет язык на стратификацию в обществе? То есть, есть ли у нас вот это вот кастовое разделение, есть ли высокий язык, низкий язык, существуют ли профессиональные диалекты и арго, которые различают, возможно, даже не в группы по признакам этносом, а по профессиональным признакам. Возможно, какие-то специальные слова есть у рейнджеров, у наемников, у торговцев. И тут тоже очень много крутых исторических примеров, потому что, например, армянские торговцы в свое время изобрели криптографическое узелковое письмо, которое могли читать только другие армянские торговцы. Таким образом, они передавали данные по поводу изменения цен, а также прочие рыночные данные своим коллегам, то есть, как бы прочим торговцам и другим территориям из Армении для того, чтобы иметь рыночное преимущество. Вот такой компонент тоже может быть. И если уж мы об этом заговорили, то, ну, собственно, когда я говорю о языке и о разных проявлениях языка в шифровании, да, то есть, как бы, и в... и вообще шифры — это... ну, это тоже язык. Есть, как бы, небольшое прояснение. Вот. Существуют ли какие-то социальные компоненты, связанные с этой стратификацией? Экстра-элементы языка, как идентификаторы свой-чужой. Это могут быть не только слова. То есть, опять же, исторический пример. Вот мы... мы представим себе, да, то есть, как бы, в ситуацию... период времени развития Киевской Руси, когда одним из идентификаторов, которое уже оккупировано монголами, половцами, там творится страшнейшая каша с точки зрения племен, язык не является достаточным идентификатором для того, чтобы понять перед тобой свой или чужой, и является религия. То есть, там есть там православные, есть мусульмане и так далее. И это период времени, в котором знание и возможность прочтения символа веры является необходимым скиллом выживания. Потому что, если ты встречаешь, условно говоря, какого-то другого русского богатыря, и ты тоже сам какой-то русский, там, полубогатырь или богатырь, и вот вы встречаетесь, а вы еще и в доспехах, да, то есть, как бы, это враждебная среда, это равнины, то есть, там, вы на лошадях, вы там как-то приветствуете друг друга, и вам нужно задекларировать и обозначить себя признаком свой-чужой. И это, вот, в этом случае это символ веры. То есть, как бы, и вот такие вещи, да, то есть, там, как происходят вот такие столкновения и контакты на языковом уровне, это тоже может быть крайне интересным элементом вашей истории. Ну, и потенциальное магическое содержание языка, либо в прямом смысле, либо не в прямом смысле, да, то есть, как бы, если есть какие-то заклинания, там, или какие-то волшебные слова, которые на что-то влияют, либо же просто есть магический язык с точки зрения язык сколоров, да, то есть, как бы, язык посвященных против всех остальных языковых репрезентаций в мире. Ну, что это тоже влияет на то, как вы описываете неких героев, и как эти герои будут восприниматься в любом биоме, в который они придут. Работа с символами, причем с символами в прямом смысле слова, да, то есть, как бы, как мы говорили, символ всеобъемлющий. В играх это используется абсолютно на пропалую, либо с глубоким пониманием этого аспекта, либо без глубокого понимания этого аспекта. Ну, собственно, здесь мы говорим о ключевых повсеместных символах в мире, да, то есть, как бы, это какая-то иконографика, которая дает игроку возможность понять, что перед ним, возможно, какое-то специальное задание, элемент UX, здесь все очень просто. Это религиозная символика, символы власти. Я приведу очень хороший пример. Я делал, когда мы делали игру Salvation, мы делали-делали локации, и у нас там было такое вот такое понятие, что эта территория оккупирована. Это подходит, кстати, вот к куче-куче похожих тематик. И мы просто разработали в продакшену систему декалей и систему флагов и систему обрамления существующих локаций, которая работала чуть ли не процедурно, которая везде завешивала, развешивала и распределяла какое-то количество пропагандных единиц, которые являлись символами, ну, одновременно религиозной и символической власти, потому что у меня там теологическая диктатура была. Тайные символы. Тайные символы супер важны, потому что также являются элементом определения свой-чужой. Это могут быть как символы, так и рукопожатия, так и какие-то запрещенные элементы. Это могут быть какие-то кодовые слова, кодовые фразы. И, ну, собственно, идентификация с символами, да. То есть, как бы вы можете, ну, тут все просто, это или флаги, или принадлежность к фракциями и так далее, и так далее, и так далее. Формирование номенклатуры, да. То есть, как бы здесь мы подходим уже, в общем-то, к главной теме лекции, которую, вот, мы все, что мы проговорили, все, что мы учли, это во многом ведет к этому. После того, как вы обладаете всем тем пластом сформированных знаний, которые у вас есть, вам нужно сначала инвентаризировать все ваши ключевые имена нарицательные по разнообразным группам, да. То есть, как бы вы прописываете списочную информацию. Это делается примерно так же, как делаются словари. То есть, вы там пишете, что здесь, короче, у нас, ну, типа, все герои, да, то есть, химинане. Здесь у нас, вот, все типы оружия. Здесь у нас, возможно, у каждой раз свои. Здесь у нас все наименования городов, наименования рек, там, наименования всего-всего-всего-всего. И потом начинаете придумывать названия, исходя из языка. Возможно, местами частично общего, возможно, местами частично принадлежащему только к этой расе. Даже если вы используете один общий язык и одну общую историю языка, и у вас в мире всего один язык, номенклатура с пониманием гипотетического формирования другого языка в других условиях может приводить к разным типам номенклатуры. Здесь очень хорошим примером является списочная информация названия оружия. Да, там, вот тут я, кстати, рекомендую смотреть на существующую военную номенклатуру и понимать, почему там, типа, условно говоря, эта винтовка может иметь вариации Марк-1, Марк-2, Марк-3, Марк-4, Марк-5, там, ну, там и так далее. То есть, как бы, и из-за того, что это звучит по-римски, хотя, по-моему, это не имеет отношения к римской истории, это, по-моему, британская система номинования, я не помню, точно надо посмотреть. Вот, то, ну, у нее все равно римское восприятие, то есть, как бы, и, возможно, номенклатура, название полков, легионов, оружия и так далее в вашей глобальной империи будет обладать какими-то строгими, систематизированными, там, словесно-числовыми значениями, в то время как какая-то фракция ребелов будет называть все свои корабли, оружие и так далее какими-то такими, там, развеселыми названиями, да, то есть, там, типа, там, там, пистолет, там, мародер, да, то есть, там, в противовес имперского, там, молот, Марк-3, да, то есть, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ориентируйтесь на существующие подходы здесь, как минимум, с точки зрения структуры, но насыщайте их своими смыслами. И что очень важно еще иметь, в том числе, для дальнейшей локализации, это всегда формировать структуру наименований и всегда помнить о том, что все ваши уникальные слова и значения, которые вы отдаете, последствия на локализацию, локализатор о них не знает. Они должны быть либо выделены каким-то образом, либо расписаны, либо должны быть выделены по текстам курсивами разнообразными и так далее. Иначе вы рискуете в продакшене потом, ну, наткнуться на очень жесткий период локализации половины ваших выдуманных слов, я натыкался, это не весело, not fun, поэтому всегда введите словари и структуры наименований. Нельзя не сказать о фигурах речи, и здесь мы говорим о метафорах, гиперболах, аллюзиях, там, и так далее. Это добавляет дополнительные смыслы, это дает возможность сформировать некий пророческий язык, сформировать интересные нативные поговорки, высказывания, народную мудрость. Нужно быть в состоянии ответить на вопрос, почему что-то сравнивается с чем-то. Ну, потому что поговорки и разнообразные истории, они очень часто сравнивают что-то с чем-то. Из этого можно делать кучу юмористических ситуаций, кучу признаков свой-чужой. Ну, там, например, ваша подводная раса не поймет поговорку «По горам, по долам ходит шуба да кафтан» в загадку. Ну, то есть, там, ну, просто не поймет. А раса, которая не обладает острыми предметами по какой-то причине, будет как-то очень странно воспринимать фразу «семь раз отмерь, один отрежь», мы же не будем знать, что такое отрежь. То есть, как бы, и вот на этом фрикшене, на этом взаимодействии культур вы можете создавать очень много всего. Если говорить о добавочных смыслах, если у вас есть, возьмем Fallout, да, то есть, как бы, у вас есть бромины, предположим, что история Fallout существует сильно больше, и у вас есть высказывание о человеке, да, там, двуголовый, как бромин, ну, то есть, что может означать, там, тупой, да, то есть, как бы, мозги разделены на две головы. То есть, как бы, и вот такие вот вещи, они создают дополненные слои восприятия реальности, которые делают вашу вселенную сильно интереснее. Если вы правильно подойдете к этому моменту, то вы будете в игроке складывать вот такое примерное восприятие, когда он в первый раз, что-то увидев, будет сначала не понимать, но если это хорошо написано, он будет делать такое «А!», и это будет запоминаться, потому что он приложил легкое ментальное напряжение для осознания этой информации, это отложилось в голове, и он более и мерз в вашу вселенную. Говоря о слоях восприятия, да, то есть, как бы, тут немножко summary slide, потому что, вот мы проговорили уже, что есть языковые барьеры, есть система свой-чужой, есть еще антагонизм символов. Это когда какие-то определенные религиозные признаки, либо какие-то вещи, которые считаются нормальными в рамках одного культурного поля, являются неприемлемыми в другом культурном поле. Неприемлемым либо мягко, это просто грубость, либо жестко, то есть, что может привести вообще к конфликту, там, какой-то, там, к драке и так далее. И это может произойти из-за незнания, и вот то, когда это происходит из-за незнания, происходит конфликт, потом конфликт решается, и выясняется, что это просто фрикшн-культур, это крайне интересно. С этим элементом, кстати, достаточно плотно и круто игрался Вавилон 5, то есть, как бы, там, где много раз на одной базе, если Вавилон 5, с этой точки зрения, я крайне рекомендую тоже к просмотру всем, кто не смотрел, и разнообразные космические оперы тоже. Вот, у слоев восприятия, у знаков, у символов, у слов, у высказываний может быть ритуальное значение, и может быть такая ситуация, в которой ритуальное прочтение в стандартной жизни недопустимо. Ну, стандартный пример, да, непроизносимость имени Бога, святотатство, а в прочие моменты в экстрапрелигиозных цивилизациях, с которыми взаимодействуют торговые цивилизации, могут тоже приводить к интересным конфликтам и всяким штукам. Ну, и есть священные законы. То есть, как бы, а священные законы могут широко распространяться за правила языка. Например, там, нельзя убивать оленей, там, или нельзя подпрыгивать, и так далее. Вот, и это тоже выражается языком. Здесь картинка, которая, кстати, в этой части про другое. Можно прочитать по уровню сознания, да, это, в общем-то, от физического тела до ощущения миссии. Но я, честно говоря, здесь так больше для вот этого. Еще герои. Совсем кратенько, да. То есть, как бы, вот здесь есть символ. Это символ паука. И это символ, благодаря которому все четко идентифицируют спайдермена. То есть, это хороший пример использования символов. Герои — это маг, и его язык — это основной инструмент. То есть, что здесь имеется в виду? Приходя в локацию, которая находится в стазисе, герой может начинать разговаривать с присутствующими там НПЦ, и после того, как он поговорил, он повлиял на них настолько, что эта локация полностью изменилась. В этом смысле использование языка — это, конечно же, волшебство. И герой, как голос мира, это ультимативная форма выражения героям всего спроса, который есть в обществе и в мире, являющийся недоступным и невозможным для всех остальных жителей, ввиду там возможностей запретов, недостатка храбрости и так далее. Герой — это чувак, который все время степ-ин во всей ситуации, который транслирует в то, что по каким-то причинам не могут транслировать другие, возможно, героическим, опять же, тоже языком, каким-то образом, которые подчеркивают его как героя в этих высказываниях. Очень часто это просто пафосный героический язык. Ну и последний слайд нашего сегодняшнего урока — это языки физиологии. Я здесь добавил в качестве милого мими-релив малыша Крогана, если кто-то не узнал в Сильграле Масс Эффект, понимаете, что малыш Кроган — это очень мило, и вообще у них же там был генофаг. Когда на Кроганов повлияли, они рожать не могли, и вот там только несколько самок Крогана, которых надо было спасать к вести, а они там были беременны, и вот тут малыш Крогана. Но вопрос тут о физиологии, да, то есть там как физиология влияет на существенный язык. Какие фонетические конструкции они способны создавать и взаимосвязи с внешними факторами климата и географии. То есть держите, пожалуйста, в голове, что если вы... И тут нужно плотно работать в геймдизайнеру с... Ну, с артом, с арт-директором там, и потом замедительствовать с арт-пайплайном, что если у вашего героя, в общем-то, нет привычного нам инструмента носоглотки, использующегося для издавания звуков на том языке, на котором мы говорим, они так не могут говорить. Если у вашего героя очень большой рот и там маленький язык, он будет говорить по-другому. А здесь нужно вообще почитать про фонетику, нужно почитать про то, как на язык работают фонетические дефекты. Нужно понимать, что если это раса, еще раз там, не знаю, каменных или деревянных чуваков, они будут говорить по-своему. Если это... У вас могут быть расы, которые общаются мысленной проекцией, потому что их рта нет, простите. И это тоже крайне интересный элемент, который стоит учитывать. И тут мы подходим на этом моменте к концу, к завершению данной лекции. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что было полезно. Традиционно в конце здесь ссылочка на мой YouTube-канал, потому что вдруг кто-то перепостил, вы увидели это видео где-то еще. Это третья часть. И вы хотите посмотреть введение предыдущей две. Это третья. Напоминаю. Следующая лекция будет про пространство и время. В вашем мире. Как оно работает, как оно взаимодействует со всеми нашими вот сейчас до этого уже пройденными компонентами. Я буду делать ее, наверное, недели две, потому что это тяжелый, сложный для меня вопрос, который нужно декомпозировать на простой, понятный человеческий язык. И составлять список практических упражнений. Но увидимся через, в общем-то, приблизительно две недели с этой лекции. Большое спасибо, что слушаете. Как там говорят мои коллеги, я не очень умею. Если вам нравится, жмите пальчик вверх, там, клацайте колокольчик, подписывайтесь, показывайте эту штуку своим друзьям, которые хотят создавать крутые творческие миры. И обязательно оставляйте ваши комментарии. Я их буду собирать. И потом у нас будет в финале одна общая Q&A лекция, где я эти вопросы буду зачитывать и отвечать на них. И, возможно, мы это сделаем как стрим. Вот такие вот дела. Всем спасибо. Сейчас я это все выложу на YouTube.